Здание нашей школы построено в 1965 году, и с этого времени у нас не было капитального ремонта. Конечно же, требуется замена крыши и капитальный ремонт в общем. В Устютке 142 жителя. Школа – основной местный работодатель, где трудится 16 человек. Это 8 учителей, повар, вахтёра и сторожа. У нас всего 8 учеников, но их тоже надо обучать. Не каждый может жить или уехать, забрать ребёнка и переехать в другой город или в другое селение, оставить свой дом, своё хозяйство. 22 марта в Устюткинской школе начался капитальный ремонт. Учеников перевели в соседнюю школу посёлка Весима-Уткинс. Туда их и учеников из села Сулём ежедневно отвозят в школьный автобус. Вернуть детей Устютки в родную школу планируют осенью в новом учебном году. Как отметил представитель подрядчика, работы ведутся в соответствии с графиком. На данный момент производятся земельные работы, то есть обкопка подготовительной работы под заливку монолитного пояса. После этих работ будут произведены демонтажные работы по кровели, также с восстановлением уже нового покрытия. Строительную площадку посетил глава города Владислав Пинаев. Он предложил ряд конструктивных решений по реконструкции здания. Мы должны сделать объект, который будет радовать детей, которые будут заниматься, будет радовать учителей, которые будут здесь преподавать. Поселок замечательный и школа должна быть здесь великолепная. Задачи все поставлены. Подрядчику совместно со службой заказчика и управлением городским хозяйством найти решение, приемлемое решение в рамках действующего законодательства. В начале следующей недели глава города встретится с представителями подрядной организации и уже вместе с городскими службами обсудят вопросы, которые были озвучены в ходе выездного совещания. В частности, приобретение и установке резервного источника электро- и теплоснабжения школы номер 12.